муфтии россии запачкавшие свои руки в крови основные муфтии россии поддержали агрессию кремля против украины включая ее мусульман наиболее отъявленные подонки без всяких оговорок одобрили бомбардировки всей украины под которыми прямо сейчас оказались одни наши братья и сестры и бегут от них другие верховный муфтии россии председатель центрального духовного управления мусульман талгат таджудин с полным пониманием ясного и откровенного обращения президента нашего единого государства в веках объединившего 193 больших и малых народов последователей традиционных конфессий нашей великой отчизны искренне поддерживаем решение о проведении на территории украины специальной военной операции для защиты населения демилитаризации и устранение угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае воспринимая эти шаги как как ключевые меры обеспечения безопасности и самой россии кадыровский муфти салах межидов война на украине джихад а те кто в ней участвуют на стороне россии воюют на пути аллаха председатель духовного центра мусульман ингушетии ахмед сагов всем гражданам россии следует сплотиться вокруг руководства своей страны на фоне событий на донбассе где украинские силовики проводят наступательную операцию верующие с пониманием восприняли объявленную президентом владимиром путиным специальную военную операцию на донбассе поскольку речь идет о защите мирного населения хочу пожелать родным военнослужащих душевного спокойствия и уверенности пусть все наши дети вернутся домой в добром здравии муфтий оренбургской области альфит шарипов давно уже понятно что сильная россия никому не нужна никому кроме нас самих но наше государство никогда не согласится чтобы запад жителей донбасса считал людьми второго сорта а нашу страну своим полигоном объявленная миротворческая операция единственно верное решение другие ограничились поддержкой донбасса с оговорками что надеются на избежание большой войны муфти духовного управления мусульман российской федерации равиль гайнудин мы с пониманием относимся и поддерживаем принявшего единственно верное решение о признании многострадальных республик это справедливые требования граждан нашей страны сделать все возможное для защиты жизни детей женщин и стариков донбасса они ежедневно находятся под обстрелами испытывая страх психологический стресс видя взрывы и кровь безвинных людей очень долго и терпеливо призывавшего и украинскую сторону и их западных покровителей просим всевышнего о том чтобы он предотвратил самый страшный сценарий полномасштабную войну муфти духовного собрания мусульман россии альбир крганов наверное это было нелегкое решение для главы государства но учитывая мнение общества специалистов совбеза он его принял и как говорили члены открытого совбеза это вынужденное решение мусульмане не отдельная часть российского гражданского общества люди видят и понимают что происходит в донбассе и российские мусульмане с пониманием воспринимают признание независимости днр и лнр все эти люди так или иначе понесут свою ответственность не только в судный день но и в этой жизни иншаллах причем не только за кровь и имущество мусульман украины но и за выходцев из мусульманских регионов и семей самой россии которые с их одобрения гибнут в украине настоящие исламские ученые осудили агрессию путинской россии против украины вот что сказал председатель всемирного совета мусульманских ученых али карадаги наша позиция против войны и российской агрессии а также против любого кто берется за оружие без реальной причины мы за то чтобы вести переговоры друг с другом и мы против агрессии россии вкратце наша позиция против насилия и тирании другие такие как абу катада филистыни и хасана с забади призвали мусульман имеющих такие возможности желания противостоять российской агрессии